Всем здарова, ребятки! Меня зовут Павел, и мы продолжаем крутить педали с пафнутием в надежде, что все будет хорошо. Соло-выживание на харде с момента предыдущей серии прошло несколько часов, и вот тут у нас, кажется, трудность такая появляется. Он не сможет построить фундаменты, пока вот эти вот членистоногие сами по себе не исчезнут, может их кто-то скушает. Ну, благо тут осталось-то всего лишь 8 единиц у них срока годности. Готовить ничего не надо, началась экстремальная жара, туши камин. Я тут его немножечко переодел из того, что было, потому что средняя температура снаружи на 20 градусов выше, чем обычно. Давай также с тобой откроем большое деревянное окно. И пока вот здесь вот местность сама по себе расчищается, займемся изготовлением топлива. Снаружи 50, внутри температура 54 градуса, теплостойкость у нас ниже 55, в принципе, укладываемся. Значит, цель на серию какая? Давайте сначала пробежимся, что у нас вообще по характеристикам-то. На момент 4-й год, день 15-й, приятного аппетита по Фнути. Что-то ты рановато кушать, сел, иди еще, изготовь топливо немножко перед сном. Расслабление, отдых, понятно. Счастье в среднем 50%, неплохо. По здоровью тяжелая астма, к сожалению, неизлечимая, которая ограничивает нам движение и работу в каком-то количестве процентов, плюс дает легкую боль. По счастью, проблема у нас только астма на текущий день, из удовольствий. Ну, спал в просторной кровати, просторной спальне и удобной кровати, много развлечений, немного поел, земные блага. В принципе, стандарт. По одежде. Летняя одежда на экстремальную жару почти изношена, 50% у нее осталось в среднем. А в шкафу у нас что? Одежда потеплее, у которой прям беда-беда по процентам. По навыкам идем дальше. Стройка на шестерочку, ремесло, интеллект, физподготовка аналогично, 6. Лечение 2, готовка 1. Ну и земледелие. Хромает у нас пока четверка. Ого, ну готовка нам важна. Нам в скором времени понадобится этот навык. Нужно будет готовить блюдо впрок. Я думаю, мы изучим с вами холодильники. Ну а на эту серию... Ну а на эту серию нам с вами нужно что? Давайте... Мы уже можем выйти наружу? Да, можем. Только сначала опять нужно покушать. Построить вот здесь два фундамента. Удивительно, что у нас здесь сено валяется до сих пор. Почему-то срок годности 78. Видимо, никто не захотел им перекусить. Возводи грунтовые полы, Пашка. Пополним запас пищи сейчас с тобой. А по зерну есть урожай, но для него нету места. Топливо на следующие пары нападений у нас пары... Пару нападений имеется. Дизеля два из трех заправлены. Примерно наполовину один полностью заправлен. Не надо управлять на стенами фэкалами. Иди дострой полы. Баланс пищи нужно пополнить. Баланс сена немножко нужно пополнить. А ты можешь выйти сюда? Можешь. Тогда иди, собирай урожай гептагонии. Уже пора нам с тобой, если честно, заканчивать питаться исключительно сырой пищей. Идти вперед к быстрым блюдам и хотя бы блюдам средней сложности. Но этого мы себе позволить пока что не можем. Нам не хватает площади. На которой мы можем построить себе хотя бы скромную кухню. А также, прежде чем линию обороны выстраивать, хотя бы еще на пару фундаментов. Сколько нам тут понадобится? 48 единиц сена? Ну, хватает, хватает. Баланс палок нам нужно с тобой пополнить немножечко кремния и сходить за металлом. А давай начнем, пожалуй, с тобой с палок. Можешь собрать урожай? Можешь. А ты что делаешь? Управляешь факелами. Нет, уже вечер. Факелами можно поуправлять и перед сном. В этом проблемы никакой нету. Так. По грядкам. Ты же у нас фермер. Етить, колотить постоянно. Что-то хочешь посадить, высадить и так далее. Сейчас засеем вот это вот все дело. Хромает у нас тут почему-то периодически пропадают ростки конец света. А что ты не хочешь довысаживать палочки? И давай, может быть, с тобой эти тоже соберем. 21 час ты, в принципе, успеваешь, чтобы два раза за ними не ходить. Так, далее. Палки у нас на неделю сейчас будут. Еда на 10 приемов пищи в виде сладкого сиропа у нас имеется. Значит, силикон. Можно копну сено прихватить. Нет, не будем. Силикон и руда. Так, дорубил. Переносить пока что не нужно. Засаживай. Это уже от ада я нужно знать, Пашка. Это уже ты должен к четвертому-то году делать самостоятельно. Давай, собирай палки, переноси домой. Значит, силикон. Во-первых, вот этот урожай мы сможем с вами собрать. Нам, в принципе, нужно сколько? Для одного процессорного ядра нам с вами необходимо, по-моему, 25 силикона. 25 силикона? Подождите-ка. Так. Отмена. Агрессивные животные опять. Шипохвостые насекомые, раздутые насекомые переростки и маленький богомол. Так. Они еще и близко, Паша. Ну, относительно. Прямой видимости, так скажем. А что ты теперь можешь делать дома-то? Пока они нападают. Можешь переработать часть топлива. А можешь заняться исследованиями какими-нибудь. Ладно, приятного аппетита. Перекуси. Раз фундамент этот мы все сносим, предварительно вот это сено захвати. Ой, я перебил твой прием пищи, извини, пожалуйста. Ага, молодец. А теперь сноси грунтовый пол. А вот этот кусочек сена тоже забирай. Да, дружище, настанет время, когда мы с тобой перестанем уже сносить эти фундаменты. Я надеюсь. И сейчас 9 часов. Лягко ты отдохни немножечко. Нападение началось. Включай переключатель питания. Просыпайся. Вот этот урожай сена собирать не нужно. Они тут потихонечку надвигаются на нас дружной толпой. В непонятном только направлении как-то они по диагонали ходят. Турели включены. Хлопок сажать не нужно. Изготавливай из остатков растительного масла топливо. Чем больше топлива про запас, тем лучше. Да, и как-то непонятно происходит все-таки атака турелями, да? Как-то странно. Но чем больше турелей, тем быстрее количество монстров у нас уменьшается. Правильно понимаю? Ну чё, богомолы? А как вы педали крутите? Как вам такое? Так, вот здесь скопление скорпионов. Вижу, мне не нравится это. Попробуй-ка турелька вот сюда бабахнуть. Проредим их количество. Теперь они переходят сюда. Лупи. Куда ты пошёл? Что ты пошёл сажать, Пафнутий? Ты не видишь, тут у нас месиво идёт. Изготавливай жидкое топливо. За это нападение ты должен... Всё, масло у меня повреждено. Грунтовый пол? А ну-ка! Они успевают наносить урон. Лиходеи. Нужна ещё одна ракетная установка. И ещё одна лазерная турель, как минимум. Замечательно. Ух, плашамо им с тобой показали. Всё? Больше никого нет? Вот так-то, членистоногие. Нужно иметь мозги. Давай, выключай эти самые, как их, турели и дизельные генераторы. Топливо зря тратить мы с тобой. Не будем чинить пол. Ну, откровенно говоря, пока что рано, Паш. Пока что рано. Потому как мы не сможем выйти на сушу, пока тут вот это всё безобразие валяется. Однако, что мы с тобой можем? У нас есть топливо. Ой, говорю топливо. Показываю на сено, говорю топливо. У нас с тобой есть сено, то есть предварительно. А что, ты их решил заправить? Серьёзно? А может быть, ты тогда все заправишь сразу на будущее? И освободится у нас место на полке тем самым, да? Этот дырчик заправлен, этот заправлен, этот заправлен. Хорошо. Изготавливай дальше жидкое топливо. До вечера, я надеюсь, ты всем, до своего сна, всё масло переработаешь. Вот этот вот бальзам. Мой, блин, неудачный эксперимент. Я его изготовил. О чём мне с ним теперь делать, я не понимаю. Может быть, если мы нажмём лечить себя, он... Нет. Жаль. Чинить полы по-прежнему не нужно. Изготавливай топливо, нечего ему места занимать на полках. Нам с вами нужно 5 единиц силикона как минимум, а желательно 50 единиц силикона, чтобы нам хватило на 2 процессорных ядра. Пошёл спать. Съешь сладкий сироп и иди спать. Молодец. Экстремальная жара продолжается. Грунтовый пол. Ну вот этот удалим. Ладно уж, этот починим. Чё у вас тут по сроку годности? Ох. Вот это да. Вот это да. Давайте мы их как-нибудь обойдём, может быть, да? Почему бы, собственно, и нет? Мы же можем сделать себе вот такой вот пирс. Ай, подождите. Сена же нам не хватает. Давайте сначала, да, потратимся на линию обороны, а потом посмотрим, как мы можем отсюда выбраться. Отлично. Проснулся. Чё-то сходил, погулял. Не покушал. Управляй настенными факелами. Всё хорошо. Сажать тоже ничего не надо. Давай вот так вот 4 фундамента построим с тобой. На левый фланг получается, да? И посмотрим. Да господи, давай строй грунтовые полы. Паша, ты что делаешь? Можем ли мы вот здесь вот ещё? Ой, а мы вот даже так можем с вами. Ничего себе мы мощные. Ну, хотя бы на 54 клетки. Вот 54 единички сена. Чтобы установить ещё сюда турельку по возможностям. Сел кушать, Пашка. Приятного аппетита. Баланс отдыха плохой. Во-во-во, всё правильно. Молодцы, птеродактили, летающие рептилии. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье, кушайте. И желательно в большом количестве кушайте. Это всё для вас. Всё для вас. Абсолютно. Так, что мы ещё можем, кстати. Может быть, имеет место. Ну-ка. А как оно стояло? А если мы её вот так перевернём? Целевую область только надо вот сюда переназначить. Так, ну и давай, пожалуй... А, слушай, так а нам хватает с тобой. Строй, грунтовые полы. А, нет, не хватает. Надо было на паузу отжать. Апптеродактиль, я надеюсь, вот эти вот более-менее безобидные. У нас они не поклюют с тобой. Да, для остальных фундаментов, к сожалению, придётся... Вот так вот, по-моему, уже можем выходить, да? И под вечер топливо. Топливо. И это топливо, насколько я понимаю, это крайняя порция растительного масла. Как раз сегодня доделаешь и ляжешь спать. Кстати, спасибо, что огорчили. Напомнили про такую штуку, как солнечное затмение. Не понял? Паша... Блин. Отменяй всё. Храни топливо исключительно вот на этом стеллаже. А на этом стеллаже всё остальное. Руду и кремний. Да, руду и кремний вот здесь вот. Чёрт с ним, ещё и ткани немножко. Здесь можно хранить. Солнечное затмение, блин, это дурацкое. Если оно произойдёт, оно нам отрубит все турельки. Если это будет в процессе нападения, это, конечно, фиаско. А поэтому, поэтому, в том числе и поэтому, нам нужно выставить зажигательные ловушки. Проснулся, перекусил, расслабился. Очень жаль. О, блин, здесь принудительное удаление стоит. Печаль, беда. А ты можешь его? Не можешь. А, подождите, ну-ка. Не способен разделывать, я понял. Хорошо. Пока это всё дело исчезает, переноси ресурсы. Молодец. Не удаётся достичь зерна, это не страшно. Давай с тобой вот так вот переместим горн сейчас. Далее мы с тобой переместим раз. Переместим. По одному придётся. Переместим два. И переместим три. Сюда поставим ещё один. А сюда горн. Хорошо. Так, в графе электричества мы берём с вами дизельный генератор. И пускай он его пока что строит. Так, пафнуть и бездействует. Ну ладно, допустим. Вот каким-то таким образом я попытался это всё дело разметить. Кажется, придётся делать несколько выходов отсюда. Интересно, а можем ли мы с вами вообще выходить? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это площадка. Не удаётся достичь сена? Да, конечно, не удаётся. Потому что выхода ещё нет. Блин, вот эти все птеродактили, вот эти все ястребы, падальщики. Вас бы, блин, побольше. Если честно. А теперь, пафнуть и мы делаем вывод, что нам с тобой нужно однозначно больше набирать еды с собой впрок. Потому как после каждого нападения вот это безобразие будет здесь валяться какое-то количество времени. Нужно это всё дело предусмотреть. Зачем работает дизельный генератор? Ты его, пожалуйста, выключи и ложись спать. Кстати, сразу можно переключить его на десятую цепь. Нет, пока не надо. Пока не надо. Разжигай камин и спи в тепле. Ну вот и хорошо. Вот это вот безобразие будет после каждого нападения валяться. Поэтому в планах также набирать объём пищи, употребляемой пафнутьем, на 3-4 вперёд, как минимум. То же самое касается и палок, и, соответственно, топлива. Потому как, если мы не сможем выйти до следующего нападения и сделать топливо, и останемся без турелей, это будет фиаско. Проснулся, перекусил, самое время строить грунтовые полы. А вот этот мы с тобой, возможно, сразу снесём. А ну-ка. Теперь ты можешь выйти на сушу. Теперь ты можешь выйти на сушу. На связи с этим урожай гептогонии у нас готов только здесь, к сожалению. Всего 5 порций. Ну давай и об этом позаботимся немножко. 5 порций у нас с тобой имеется. Итого получится 10. Солнечное затмение. Случилось нехорошо. Только что о нём вспоминал. Так, относи это всё дело на базу. И с солнечным затмением даже днём стало темно. Что логично, конечно. Однако холоднее почему-то не стало. 32 градуса за бортом. Так. Убравляешь грибным факелом. И настенными. Ну допустим, это уместно сейчас. Допустим, допустим. Сажать хлопок. Сейчас 17 часов, Паш. Если честно, так себе идея. Давай с тобой попробуем сходить вот сюда. Недалеко. Относительно за силиконом. Ох ты ж бабушкин фермер. Какой ты хороший. Ути-пути. Гретки без внимания не оставляет. Здесь 20 единиц есть. И здесь 20 единиц есть. Ладно. Чёрт с ним. Давай добудем. Хотя тратить на это время? Подожди. Мы с тобой, когда здесь добывали что-то, у нас здесь оставался кремний. Между прочим, в количестве 5. Ровно столько нам сейчас и нужно с тобой, нет? Также кремний оставался где-то здесь. 5 единичек. Итого уже 15 на секундочку. Но ходить за ним реально далеко. Реально далеко. Ладно. Пускай этот кремний там и остаётся. Иди прокачивай физподготовку. Я думаю, успеешь до вечера 40 кремний ещё добыть. Итого у нас будет, ребятки, с вами 60 единиц. Единиц. 60 единиц это 2 ядра процессора. А также это 1 единица электроники. Неплохо. Готово. Таракань это всё на базу. С лёгкой своей гипотермией. О, кстати, мы же могли ещё отсюда получить по 10 единичек. Блин, ну оно так красиво здесь растёт. Ну и ладно. Ой. Вы до сих пор здесь тусите, да? И вас гоняют. Какая-то своя у них тут жизнь. Посмотрите, а. Жалко, конечно. Приручать вас нельзя до сих пор. И опасная гипотермия до сих пор у тебя? Подожди-ка. Она насколько опасная и почему? А, потому что холодно. Ну, внутри у нас плюсовая температура, причём нормальная такая. По сытости нормально, расслабление так себе. А, слушай, лягко ты до обеда отдохни после своего приёма пищи. И снаряжение уже изнашивается. Так, как бы нам с вами распределить наши задачки-то? Пожалуй, мы с вами сделаем вот так. Мы сейчас сходим за железом. Блин, вот здесь вот счастье попытать? Или вот здесь вот счастье попытать? Зачем? У нас есть, кстати, здесь 10 ещё единиц металлолома. Но это один дизельный генератор. Этому трогать пока не будем. Так, час дня. Давай барабаны. Отлично. Часа игры тебе вполне хватит. Что тут поблизости? И сюда идти за 3-9 земель. И сюда идти за 3-9 земель. Делать ли ставку вот на это всё дело? Возможно. Возможно. Однако добыча руды железобетонно нам даёт, собственно, руду. Здесь 2-3 месторождения. Да, давай сходим, Паш. Давай сходим. Помимо этого здесь ещё кремний, я так понимаю, дропается. И это будет 60 единиц руды. Итого у нас будет 100 сплавов. А на ядро процессора нам сколько нужно сплавов? По 5. Соответственно, ещё 10. Так, подожди. Отмена. Ой. Возвращайся обратно. И желательно с грибы собирать не будем. Здесь урожая нету. Здесь тоже нету. Блин. Вот мы забрикадировали себя, однако. Ну окей, Паш. Попробуй разобрать обломки космического корабля, насколько тебе хватит времени. Не-не-не-не-не-не. Я передумал. Они же быстрые вроде как, нет? Ну что поделать? Иди переноси сено. А нам с тобой сейчас хватит... Заняться чем? Сплавами не хватит. Ага. Вот это всё... Можешь даже не сносить, наверное. Да нет, придётся, Паш, придётся. Так, ну вроде частично фундаменты снесли. Чё-то хочешь поуправлять камином? Перекусить? Ну, что сказать, ну что сказать. Доедай, включай турели и ложись отдыхать. А я тут вручную уж постараюсь навалять этим скорпионом. Давай, включай быстрее турели. О, да, действительно. Они очень быстро ходят. Они очень быстро ходят и получают состояние возбуждённый. Далее вот эта турель будет бить по целевой области. Желательно пока что вот сюда. Как можно больше постараемся оглушить. Так, Пафнутий, ложись спать, я тебе говорю. Я тут сам каким-нибудь образом попытаюсь справиться. Всё-таки нам нужны ловушки, ребята, нужны. Мы получаем урон на одну турель. Сколько же у тебя здоровья там? А, так, вот здесь ещё есть один негодяй. Ну-ка, давайте попробуем его. Ну, чуть-чуть задело. Далее бьём сюда. Отлично, Паша, просыпайся. И сразу вырубай турели. В пустую нечего молотить. Топливо тратить. Далее. Да, ложись спать до утра. Всё правильно, ты меня понял. Однако, давайте подведём итоги этого нападения. Что мы имеем? А мы с вами имеем две целых турели. И одна подлежит ремонту. 139 единиц здоровья из 250 возможных. Стало быть, ремонтируем её. А, нет, сначала, да, просыпайся, посиди. Перекуси. Еды нужно побольше. Побольше еды. А как её тоже заготовить? Впрок-то места нету. Нужно мощь наращивать. Давай. Да, всё верно, ты делаешь. Чини турель. Вот эти все фундаменты я удалю. Скопирую их вот до сих пор. Это 54 единицы сена. Далее. Всё, ты её... Да, да, да. Всё, строй пол. Далее давай обойдём их. Голь на выдумке хитра. Ещё 20... Ещё 18 сена здесь. И здесь вот, в теории, ты уже должен будешь выйти. Сено нужно собрать будет сегодня. Так, проснулись. Достроил он пирс. Проверяем. Да, всё хорошо. Иди, Пашка, добывай место на рождение руды. Прямо срочно это нам с тобой нужно. Вот этот разбор мы с тобой убираем. Так. Срочно нужна ещё одна турель. Прямо срочно. И пускай это будет лазерная турель. Много турелей не бывает. Ну, нам всё равно ещё идти сюда. Эту порцию я бы тоже хотел ухватить с большим удовольствием. Угу. 60 единиц руды у нас уже есть. Можно, в принципе... Ой, какая просадочка в текстурах деревьев. Кстати говоря, Пафнутий. Деревьев же много не бывает, правильно? А, тебе придётся их срубить. Можно потом будет на пути к той руде. На пути к той руде, прошу прощения, можно будет ещё дерево одно высадить. Я некоторые микромоментики вырезаю вот эти маленькие склеечки просто, ну, из-за кашля. Чтобы, или когда я начинаю сипеть жёстко из-за болезни, чтобы, ну, как бы, не напрягало это во время просмотра. Не переживайте, ничего интересного я не вырежу. Давай срубаем ещё. Не успеваем мы бритва траву срубить за этот день. Ну, зато успеваем покушать и отдохнуть. Давай-ка ты поуправляешь камином перед сном. Будем кушать рано. Давай плавь руду, начинай за ночь, чтобы уже 10 единичек было. Теперь приятного аппетита, Пашка. И ложись отдыхать, проснуться надо пораньше. Недостаточно топлива у нас для чего? Для грибного факела. Нужно 10 единиц топлива, но ещё на 5 дней можно любоваться. Пускай так всё это дело и остаётся. Ждём следующего дня. Проснулись и сразу за бритва травой. Нам нужно высадить, собрать и высадить её обратно, потому что сено у нас осталось 13 единичек. Нам игра пишет, а где ещё? А вот 4 ещё валяется. Я понял. Собирай как можно больше, иначе нам не хватит на следующий раз выйти на пирс построить. Так, большой молодец. Пересаживать пока... Пересаживать, говорю, ох, запутался. Переносить пока что не нужно. Давай высадим сначала. Ага, и пока ты здесь... Ой, далеко это идти. Да, давай. Переноси. Сколько ты у нас уже можешь? 160. Ничего себе. А здесь ровно 200 лежит. И опять сильная жара началась. Ну, у нас летняя одежда, которая пока что... Терпит, терпит. Что тебе нужно? Тебе нужно сесть покушать. Ты хочешь факелами поуправлять? Сядь покушай. Также нам нужно с тобой 10 порций собрать, отнести домой. И ещё разок успеть сходить за... Рудой. И вот тут уже готово в горне. Да. Заправишь порцию. Ещё одну. Так. 10 порций пищи ещё готово. Получается, что... Один игровой день у нас уходит чисто на восполнение ресурсов. Агрессивные животные. Снова. Так. На этот раз кто? Паш, подожди. Сходи, пожалуйста, ещё за сеном. Вот за этим. Нифига себе, так близко. Чё, почему? Относительно большое количество, смотрите, агрессивные, раздутые насекомые, насекомые, переросток 70 штук и 15 дутиков. А ты чё, там дошёл, нет? Тебе бы уже, если честно, булками-то стоило бы пошевелить прямо сейчас. Вот это сено. Сено, говорю, зерно. Их кто-то месит там, что ли? А, у меня охрана работает. Хорош. Так, Паша. Перенеси, пожалуйста, ещё вот это сено. Можешь ты, нет? Угу. И начинай сносить фундаменты. Сюда иди. Я не знаю. Вот этот сноси. Быстрее, Пафнутий, ты чё? Да ты угораешь. Куда ты жрать пошёл? Сноси пол. Вот этот тоже сноси. Вот этот сноси. И беги, включай турели, пока не дали нам ничего. Быстрее, Паша, быстрее. Прямо сейчас это надо делать. Давай, давай, иди. Они покушать решили, что ли? Пёх, хорош. Я просто боялся, что придут они, короче, вот перепрыгнут. Вот иногда такое бывает, по-моему, в первой серии у нас-то было, когда таракан телепортировался. И целевая область вот сюда. Отлично. Так, ты ложишься спать. Я тебя понимаю. Выключай сначала турели. Теперь можно часов до десяти покемарить. Я говорю, часов до десяти можно покемарить. Начинай строить. Долго же это всё будет, эта стройка. Блин, иногда складывается такое ощущение. Чё у нас, кстати, по топливу? Да забей ты на эти факела, господи. Не убудет с них. Турели прям иногда хочется запустить и уйти, чтобы они работали всегда. Но они, зараза, затратные. Топлива у нас нету, к сожалению. Ой, зато сено здесь рядышком лежит. Которого хватит, да, на вот эти вот фундаменты. Как раз до вечера и достроишь. Так, проверяем. Да, выйти может. Иди кушай. Хорошая идея здесь вот оставлять кусочки сена. Пашка проснулся. Покушал, расслабился. Иди сажай ещё одно дерево. Пускай растёт. Ага, поле сразу удаляем. Ты у нас где? Что тебе ближе всего? Вот это вот скопление руды. Давай, добывай. Здесь у нас где-то остался, опять же, силикон. Ставим на нём крестик. Не нужно его собирать. И добывай, добывай. Очень много нам нужно с тобой руды. 50 у нас есть. Это в теории ещё одна турель. Силикона нам хватает. Да, и на процессорное ядро на ещё одну турель нам с вами хватает. Так, переноси всё. Но я почему-то увидел, тут недостаточно места для хранения. Возможно, мы ещё с тобой вот на этом стеллаже также разместим и руду. Подожди, Паш. Это тоже нужно перенести. Да как недостаточно-то? Ну... Ну подожди, ну что? Давай так же и здесь поставим руду. Призвать, отозвать, перенести руда. Вот теперь хватает 80 единиц. Здесь снесём 80. Имеем 28. Соответственно, здесь ещё 50. На две турели и два цифровых процессора нам хватает. Или как же они там... Прошу прощения, процессорных ядра. Да. Тут ещё как раз вечер у нас. Замечательно. Забыл я только горн заправить по пути, когда он туда-сюда ходил. Строил и носил всякое. И нам нужно больше деревьев. Просто ради красоты. И на всякий случай... Так, вот здесь вот процент роста уже 3. Да, на следующий раз тогда, когда будем выходить с тобой. Здесь тоже дерево посадим. Так, ну что, ты перенёс. Управляй настенными факелами. Хорошо. Время 23. Тебе нужно покушать. Ты решил доесть предыдущее блюдо. Я всё-таки тебя перебил, к сожалению. Да? И ложись на спать. Отлично. Мы за эту серию с тобой должны поставить ещё одну турель. Как минимум. Это как минимум. Здесь у нас есть... Ой, а куда бы нам с вами разместить ещё один дизельный генератор? Посмотрите-ка. Ну-ка, если... Вот сюда мы можем его воткнуть. Но пока что этого делать не будем. Или будем, посмотрим. 6 утра. Пафнути. Просыпайся иди кушать. Тебе уже нужно в скором времени делать одежду. Для этого нам нужно с тобой расширить свою жилплощадь. Пафнути Лакшери Вилыча должна расширяться. И ты решил погулять. Да без проблем. Без проблем. После этого сразу заправь горн. Хорошо. Настенными факелами также поуправляй. Сажать не нужно. Нужно собрать вот эти ветки. Чтобы был запас небольшой, я говорю, собрать ветки. Ладно, сажай грибы. Теперь собираю ветки. Здесь их 40 штучек. Делаю это для того, чтобы в процессе плавки у нас топливо на горн не закончилось. Давай высаживай все обратно. Я говорю, давай высаживай все обратно. Непослушный какой, посмотрите на него. Хочешь собрать урожай гептогонии? Парам-пам-пам-пам-пам. Ну, один из приемов пищи нормально. Я вот думаю, может быть тебе еще веток, а? И еще одно дерево. Луна предвещает что-то плохое, я только что прочитал. Но в прошлый раз это были эти гигантские штуки. Иди посади оазисное дерево. Удалить поле. Отлично. Сажай ветки. Новое гнездо насекомых опять. Давайте глянем. А вы, заразы, такие размножаетесь, да? А ты все веточки собрал, дружище? Ну-ка. Сколько ты их несешь? Не видно. Ну, здесь вроде не валяется. Так. Дутики как долго исчезают, а? Обалдеть. Вот почему они постоянно валяются. Вот мирные дутики вот здесь по карте. Их, видимо, пачка Мэндемс атакует. И они валяются так долго. Сбивают меня с толку. Ну, нифига себе рифма какая получилась. 38 металла тем временем. 23 часа. Вечер. Самое время отдохнуть нам с тобой. И еще бы сено, если честно, Паша, я был бы вот очень не против. А еще... Вот помимо... Помимо, говорю. Вот против этого сена я бы не был. Да. Давай еще немножко сена соберем. Оставим его на пирсе где-нибудь. А все-таки 159 единичек мало. Вдруг мы фундаменты будем делать. Или вдруг нам придется сильно куда-то вбок уходить. Не надо переносить. Ты сначала доруби. Молодец. А теперь засаживай. Так, готово. 100 единиц сена. В принципе, в принципе, живем. Ты вот это по пути хочешь собрать или не хочешь? Не хочешь. Ну ладно. Управлять настенными факелами? Да пожалуйста. Температура внутри. А что у нас сейчас сильная жара? Да вполне себе. Ладно. Приятного аппетита. Сено есть? Палки есть? За еду переживаю. За еду переживаю. Капец. Ну ладно. Управляй горным. Далее включай вот эту вот штуку. Угу. Сено, вот это не переноси пока что. А давай попробуем... Снести грунтовый пол. Ай, нет. Если сносить грунтовый пол, то тогда, конечно... Места не хватает. Хватит нам места. Собирай урожай. А может вот... Нет, этот не готов. Так, донес. Теперь давай все-таки... Забаррикадируем себя. Попытаемся. И запремся уже. Для того, чтобы крафтить, нам с тобой нужно наращивать оборону, павнутий. Переноси. И ложись спать. Дизеля в норме. Можно поуправлять настенными факелами. И спокойной ночи. Проснулся. В дартс поиграл. В смысле достигнут лимит. Управляй горным. Давайте 20 сделаем, чтобы потом не регулировать тоже это все дело. Бездействует. Неправда. Это все неправда. Вот этот вот дизельный генератор включай. И здесь мы сделаем тебе вот так вот. Да. Теперь ты будешь крафтить процессорное ядро. Для начала сделаем хотя бы одну штуку. В принципе, можно про запас сделать и вторую. Потому что у нас потом не хватит мощностей. Дизельных генераторов-то у нас всего 4. Ну ладно, давайте подождем. Перемотаем этот моментик. Отлично. Еще одно процессорное ядро готово. Давайте скопируем постройку. Пускай идет дождь. Строй лазерную турель. Прямо сейчас у тебя это в течение часа. Да? Час где-то у тебя это займет. Что-то как-то немного больше это время не заняло, чем я ожидал. Ну ладно, мы по крайней мере до 10 часов утра сможем поспать. И-и-и-и-и. Нам нужно с вами... Я дырчик не выключил. Ой, какой я. Как же сильно, я неправ-то. Давайте вот здесь разместим. Угу. Вот это перенесем сюда. Область назначим сюда. Так, иди покушай сладкого сиропа. Твой прием пищи я перебью. Выключай дизельный генератор. Переставляй ракетную турель. Молодец. И строй два пола. Потому как... Мы вот этот вот скопируем сейчас дизельный генератор. И вот так вот поставим его. Управлять настенными факелами не нужно. 86 единиц топлива у нас остается. Маловато. Даже если мы следующее нападение с вами отобьем, нам нужно как-то... Отлично, еще один есть. Он включен. И сразу цепь питания 10. Заправляй руду в горн. Угу. Включай дизельный генератор после этого. Управляй настенными факелами. Ага, еще меньше топлива у нас есть. Не надо ничего сажать. Собирай процессорные ядра. Замечательно. Еще одно процессорное ядро, насколько я понимаю, готово. Но нам нужно дождаться еще сплавов металла. Выключай этот дизельный генератор. Он работает здесь пока не будет. И давай скопируем вот это вот нечто. Вот куда-нибудь сюда его... Ага. Здесь пока ничего собирать тоже не нужно. Попробуй построить, отнести хотя бы сюда ресурсы. Металлолома пока не осталось. К сожалению. Ну, по крайней мере, процессорное ядро он уже сюда принес. А чем ты сможешь пока что заняться, пока у нас плавится металл? А приготовить себе еды тебе не из чего. Зато ты сможешь восполнить баланс отдыха. Баланс. Очень часто я... Ой, метеоритный дождь начался, как приятно. Шкалу отдыха. Восполни пока что. Если что, я тебя разбужу. Не переживай. И достроим с тобой еще одну дурель. Агрессивные... Ха-ха. Животные 237 штук. Просто куча насекомых переростков. Пускай они там где-то ходят. Неважно. У нас сейчас есть вполне себе конкретные цели. Разве что, пафнутий, давай-ка снесем на всякий случай вот это вот. Подожди, заправь сначала. А потом сноси. Далее переноси сено. И пока плавится. А тебе уже кушать и спать пора. Нападение началось. Давайте глянем. Ну, я вот начал отдалять. И я уже вижу, что их реально 237, блин. 147 у меня максимум выделяется. И здесь еще 74. Слушай, Паша. То, что ты кушаешь, это, конечно, хорошо. А может быть, мы на это нападение вообще турели использовать не будем. Пускай они уйдут. Они же не допрыгнут сейчас. Разрушено грунтовый пол. Они все телепортируются сюда. Хорошо, что не сюда. Вот эти куда телепортируются? Тоже сюда. Отлично. Турели сейчас активировать не будем тогда на это нападение. Чтобы нам не мешали выйти наружу. Блин, ну вас тут реально много. Очень много. Ну-ка, начни-ка плавить еще чуть-чуть. И отнеси вот это вот сюда. Управляй горным. Молодец. Убегаешь от опасности. Да, ну брось, они тебе не грозят. Попробуй достроить ракетную турель. Ой, как хорошо. Так, раз топливо, два топлива. Ох ты, ничего себе вас кучка какая. Ну вы в принципе безобидны. Если не можете до меня дотянуться. Обстраивать такую толпу пирсами вот так вот влево-вправо не хочется. Поэтому мы просто переждем. Да, но это уже будет следующей серии. На эту серию смотрите. План-то мы выполнили в итоге. Давай, заходи домой. Че тут факела не факела. Вот это надо переключить. Ты еще и покушать хочешь. Приятного тебе аппетита, пафнутий. Уже 231-230. А че они потихонечку? Ага. Ну и молодцы. Сажать тоже ничего не нужно. Иди, я не знаю. В дартс поиграй. Вот. На эту серию план мы с вами выполнили. Теперь у нас три лазерных турели и две ракетных. Целевая область у них у всех назначена, да? Можно даже вот раз вот этот сюда установить, а вот это вот чуть-чуть правее. Вот так вот. Интересно, могу ли я еще говорить? Да, уверен, можешь. Правда, пока что не с кем. Ну и ладно. Это все дело житейское. Пять генераторов на пять турелей готово. Теперь, в принципе, ненадолго можно выдохнуть. Хотя бы на чуть-чуть. Восполнить одежду. У нас совершенно ее нет. Для этого мы расширимся сюда куда-нибудь. Возможно, изучим бетонные конструкции. Но для начала, естественно, топливо и металлы будем копить. Ну а вам, ребятушки, большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра.